Никогда не говори никогда. И снова я здесь. Снова я в Красноярске. Театральная площадь, Биг Бэнг, фонтаны. Ну что, повторим маршрут. Я посещаю город в составе группового тура, но по местам боевой славы пробегусь. Сейчас до начала экскурсии. Рядом с нашей гостиницей Красноярск. Да-да, я живу в гостинице в этот раз. В Центральной. И вот этот знаменитый фонтан реки Сибири. Енисей посередине. Вокруг стоят девушки, которые символизируют реки. Ангара, бирюса, ну и так. Но фонтан не работает. Сейчас тут какая-то стройка идет. Ну вот он, красавец Красноярск. Ну я повторяться не буду. С экскурсии нас возят по всему городу, все рассказывают. Об этом есть у меня отдельное видео. Сейчас мы находимся на караульной горе, где стоит та самая часовня. Пороскевы Пятницы. Символ Красноярска, который изображен на 10-рублевой банкноте. И гора, с которой виден весь город. А это новенькая. Я такой улицы не видела. С хранившимися деревянными домами. Это место называется «Царь Рыба». Посвящено оставь его. Здесь я еще не была. Здесь мы идем на смотровую площадку. И уже по пути открывается вот такая. Та самая «Царь Рыба». С этой стороны прям вообще милашка. Какие-то прям представления устраиваются. В национальных кастях тюмов похоже прям семья, что ли, какая-то. Не похож на чуваша, Олег. Футболку развернем. Чуваш. А кто в этой стране сейчас тратит? Знаете? С этой страны. Ух ты, в этой стране. Ну, вот же, красава такая. На мысу как раз село Овсянка, где родился Астафьев. Деревня Овсянка. Здесь такой музейный комплекс. А именно сохранился домик, где он родился и жил. Здесь сейчас музей. Виктор Петрович родился здесь, в Овсянке, 1 мая 1924 года. Но не на этой усадьбе. Его дом находился в ближайшей улице к Енисею. Это улица Набережная. К сожалению, дома этого не сохранилось. Его во время войны разобрали по бревнам. И в середней комнате. Спали на печи и стерили палать. Это дом, где он жил с 80-х годов. Купленный напротив старого дома бабушки. Дальше, третья, вторая усадьба. Это непосредственно дом Виктора Петровича, когда он приехал уже в 80-м году. Вот так снаружи выглядела дача, оставь его. Так, обычный домик в обычной деревне. Он тогда же уже был героем стилистического труда и всяким членом союза писателей. И вот такая деревня. Тут сейчас немножечко пахнет коровами. Значит, где-то живут. А это молодой город Дельногорск. Город строителей Красноярской ГЭС. Вот он такой идет. Наверх снимается ступами. Ну, в основном, конечно, пятиэтажки, девятиэтажки. Но самое главное украшение этого города, это, конечно же, река и горы. Вдоль реки идет вот такая набережная. Ну и очень многие дома имеют вид. Потому что они же поднимаются наверх. Поэтому вид им открывается. Красивенность. На набережной всякие детские городки, кубочки, беседочки. Замечательная же булочка с видом на езде. А вон и рыбаки. Уж рыба-то здесь водится. Вот отсюда видно город. Набережная. Дивный город. Ну что, может прокатиться? Детская площадочка тоже неплоха. Ну, такое хорошее городское пространство. И кроме пятиэтажек, есть еще и вот такие домики. Прям вот так они вот уходят туда наверх. Сосны. Почти как немецкие. Есть табличка. Город строили комсомольцы. Ну, собственно говоря, и само ГЭС тоже. Заключенных здесь не было. Сохранение стояло на Шушевской ГЭС очень скромненько. Была как-то-то самой большой. И вот еще одно не сделанное дело в прошлых заездах. Сейчас мы хотим это сделать. Вот это своеобразное здание. Это краеведческий музей. Он находится на набережной. Рядом с коммунальным мостом. Ну и, соответственно, рядом с театральной площадью. С нашим отелем. Вход в музей стоит 200 рублей. Пенсионерам скидка 150 рублей. Во дворе вот такой дворик. Тоже стилизованный. Но мы успеем. Конкретно в четверг музей работает до 9. Сейчас 8. Вот такая экспозиция. Но мы спешим к самой главной достопримечательности этого музея. И, собственно говоря, этого края. Вообще очень красиво. Очень красиво здесь. Зал с ладьей. Вот на таких ладьях и открывали этот край. А там сверху уже самолётики. А это казаки, которые основали город Красноярск. Так, не надо бежать. Ух ты. Горные козлы. Может, мы завтра увидим такого. Вот главная достопримечательность, которая случайно была откопана на берегах Енисея. Это мамонт. Высотой 4 метра. И ещё одни древние находки, которые были найдены в этом крае. Но вот в такой сохранности мамонт редко встречается. Практически всё здесь натуральное откопано. Вот беленький. Не знаю. Может, и песец. Вон ещё какой-то грызунчик. Ну, короче, в Сибири, в Красноярском крае, что только не обитает. Очень много всяких птичек. Ой, вот этот хорёк. Брундучок, извините. Медведи. Может, встретим завтра на столах. На севере, куда мы тоже доберёмся, водятся белые медведи и тюлени. Ну, и всякие там альбатросы. Это третий этаж. Порта Ирисмана. Я сидела в первом классе за такой. Это корабль сверху. Вообще, это здание строилось под музей сразу. И, в принципе, это очень удобно. Не перестроенный дворец, а специально под музей сделанное здание. И зал быта всяких народностей, проживающих в Красноярском крае. Красноярский край, между прочим, это три Франции. Два миллиона квадратных километров. Какие у них шубейки-то. Всё из кожи. Мех. И обувка. Унты. Не просто сшито, а ещё и с узорами. Айвинки вот вышивали бисером. Ой, сейчас на них вышивают. Живут в чуме. Не вышивают. Силькупы. Просто в шубе. Куты тоже украшены. С вышивкой. Какие. Произведения искусств. И тоже тёплые двери. Где-то какие-то плохо одетые. Наверное, мёрзли всё-таки. Вот вечером в городе можно жить. Опустилась какая-никакая, но прохлада. Гуляем по набережной. Вот там нижняя набережная. А мы по верхней набережной, которая называется Александровский бульвар. А вот и показался речной вокзал. Такое монументальное здание речного вокзала. Но, в принципе, Енисей был здесь главной транспортной артерией, пока не построили Транссибирскую регистрацию. Здесь уже стоит и поджидает нас наш теплоход, на который мы отправимся дальше. Вот он, Чикалов. Вот так выглядит нижняя набережная в лучах заходящего солнца. Народу много. Хоть сегодня и четверг. Да, как поплывём. На закат мы не успели, зато у нас восход луны. Вот прям из-за этих отрогов Саянских гор, вон она, поднимается луна. Вот она поднимается, поднимается. Луна поднялась, появилась лунная дорожка. И мой любимый пешеходный мост начал подсвечиваться. Народ гуляет, фланирует по набережной. И там подсветочка. Качаются на качелях. И прохлада. Хорошая летняя прохлада. Ну и, конечно же, поднялись на мост. Вот виды вечернего Красноярска и Енисея. Всё в подсветке, народу много. Снова, традиционно, лестница наверх. Красноярские столбы. Фантастической формы скалы находятся недалеко от Красноярска. На высоком берегу Енисея, в восточных отрогах Саянских гор, стоят узкие камни, высотой до 90 метров, похожие на столбы. Каждый из камней, а их более сотни, имеет своё название. Причудливые каменные великаны, принявшие очертания людей, зверей и птиц, породили множество легенд у местных жителей. Живые каменюки те, говорят, как кейпо, но не добраться до них ни верхом, ни бежим ходом. В этих местах в 18 веке по таёжным речкам и ручьям притоком Енисея бродили золотоискатели. По преданию, путники, оказавшиеся среди столбов, пропадали, а таинственные скалы принимали их облик. Заглядывал старый артельщик в скальную расщелину, в надежде найти золотоносный ручеёк. А скала за ним и смекалась. Пропал дед Прохор наш из столба, окаменел, видать, и же оно как превратился. Самая известная скала называется Дед. Она похожа на сердитого старика с длинной бородой. По легенде, камни поглощали не только людей, но и диких зверей, и птиц. Так появились названия у столбов беркут, перья, львиные ворота. В конце 19 века в районе столбов стали нещадно вырубаться леса. Несколько красивейших скал были взорваны. В 1925 году для сохранения уникального природного комплекса здесь был основан заповедник столбы. Сейчас на столбах проложены маршруты для скалолазов. Ежегодно этот район посещают десятки тысяч туристов со всей России. В самом живописном уголке заповедника проводятся экскурсии. Здесь расположено большинство столбов. В их трещинах часто прячутся дикие таежные звери, волки, медведи. Просто столбов оказалось мало, и мы поехали на экстрим. Короче говоря, взбираемся куда-то вон туда. Все, едем и едем. О, на ту гору. Солнышко припекает. Ну вот, приехали. Здесь вот такая инфраструктура, лавочки, какой-то барчик, шатры, сувениры. И пойдем на смотровую площадку. Здесь такие лавочки смотрят в сторону города. Остерегаемся медведей, углубляемся. Это тоже относится к заповеднику столбы. Вот мы здесь. Вот как раз простолбизм здесь. Вот так они и взбираются с галошами. Томские галоши. Настилы, перила. Все культурно. Вот так выглядит смотровая площадка. Скала Токмак. Скальная группа Воробушки. Ну и опять против солнца. У меня в этом путешествии все против солнца. Виды открываются прям шикарные. Инфраструктура вполне себе приличная. А виды, вот особенно со смотровой, как в Голубых горах в Австралии. Ничем не хуже. Так, нужно заучить наизусть. Лежите на животе и руки с головой. Все нормально. Вот такая красота. И пошли в другую сторону. Здесь тоже виды. Но это вообще такая горнолыжная трасса. Зимой здесь лыжники спускаются. На город. И тела. Ну, которые там загорают. Вот это вот столбы. Красота. Не зря шли. Все, возвращаемся с прогулки в город. Вот, разве я могла бы догадаться два года назад, что я буду жить на этой площади. И наш отель, который называется Красноярск. А это набережная Красноярска в другую сторону. Тот самый скучный коммунальный мост. Вечером он просто сказочный. На этой набережной суперфонарики, которые вот так на уровне пояса светят. Освещают дорожку. Все остальное в полумраке. Очень интересная такая находка. Кораблики проплывают. Ну, очень. Я таких вот не встречала фонариков. Ноги. Ходят ноги. Ну, все. До свидания, Красноярск. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok